В Петербурге готовится к поступлению три певца, обладающих уникальными голосами. Профунда, русские басы, всеродом из Сибири, дадут единственный концерт в Смольном соборе. Феноменальные вокалисты, которых еще называют русским чудом, известны тем, что могут брать ноты в контр-октаве. Юлия Олещенкова услышала, как звучат голоса обладателей профунда вне сцены. В переводе с итальянского профунда означает глубокий. Обладатель баса профунда способен опускаться на октаву ниже обычного баса. Недаром таких певцов называют октавистами. В 19 веке в составе придворной капеллы было несколько певчих с таким тембром. Говорят, самому известному из них Виктору Телегину удавалось брать фа-контр-октавы. А так телегинский рекорд звучит в современном исполнении трех русских басов профунда. Даже во время ночной изнурительной записи их вечерний звон убедителен и весом. Весь состав уникального трио родом из Сибири, но именно в Петербурге они стали настоящими попутчиками в деле возрождения традиций русских актавистов. И в чистом поле на городских улицах особый голос помогает решать проблемы. Концертный график настолько плотный, что за руль автомобиля Михаил Круглов нередко садится в парадном фраке. Гаишники трепещут. Да что гаишники, говорит, на днях ходил с женой к врачу. Так даже фрак не понадобился. Ошиблись, на полчаса раньше пришли на прием. А пришли вдвоем и когда мягко и бархатно с врачом начал беседовать, извините, опоздали, на полчаса раньше пришли. Я буду долго гнать велосипед, в глухих лугах его остановлю, на рву цветов и подарю букет той девочке, которую люблю. Спортивную форму Сергей Кочетов поддерживает регулярно. По оперным меркам его внешние данные как раз для героя-любовника. Но те, как правило, тенора да баритоны. Зато настоящий бас-профунда вне сцены даст фору любому баритонистому Дунжуану. Я когда закончил школу, я ездил, поступил в технологический институт и ездил в деревню, раньше там все работали. Ну и конечно, я там как душа компании под гитару песни кричал до утренних петухов. И все девчонки ходили со мной, слушали. То есть я водил их по степи там, пел им песни. Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. Колыбельную басом-профунда Владимир Миллер пел каждому из своих трех детей. Хотя в педагогических целях драгоценным тембром предпочитают не злоупотреблять. Вот и дневник младшего Саши проверяет в полголоса. Что это? Инверсальное. Три, пять, четыре. Старшего Николая по телефону уже путают с папой. Низы прорезались недавно, но самая удобная для него нота на терцию ниже отцовской. А у него получается вот такая нота, но зато больше пока вокруг мало чего наблюдается. Может и прославятся Миллеры отец и сын, как в свое время легендарные телегины. И не стоит причислять глубокие голоса и звонкие имена русских октавистов исключительно к истории. Как говорится, еще не вечер. Юлия Олещенко, Сергей Ищенко, Александр Григорьев, Николай Истафьев и Роман Суслопаров. НТВ. Петербург.